И снова здравствуйте! Каждый день несколько десятков человек просят меня посоветовать им, какую машину купить. Из этих нескольких десятков, наверное, один десяток, это люди, которые хотят кроссовер. Кроссовер разный, но самый частый, часто упоминаемый бюджет это где-то миллион. Миллион, либо чуть больше. И я в таких случаях рекомендую различные недорогие кроссоверы, годовалые, двух-трех годовалые. Например, тот же Sportage, AX35, Grand Vitara, если проходимость нужна побольше, или уж X-Trail, что-то подобное. Вариантов на самом деле много. Но часто в ответ я получаю усмешки. Усмешки в основном от молодых людей, очень с горячей кровью и с огромным количеством понтов. Суть в том, что за миллион триста можно купить, например, вот такой X6. Конечно, вы будете понтовым парнем и долго им будете. Правда, не знаю, насколько долго. Точно до того момента, когда будете бегать, искать потребительский кредит, чтобы эту машину починить. Вот сегодня на примере X6 2009 года, который стоит миллион четыреста, я вам могу рассказать о том, сколько стоит ремонт некоторых узлов и агрегатов. Поехали! Про эту машину я хотела вам рассказать давно. На площадке она у меня редкий залетный гость. И машина была одна. И чтобы это не выглядело как реклама, и очередной раз мне не прочитать целый трактат о том, что Лисовская продает свои машины посредством блога, либо тянет своих родственников в какие-нибудь поездки, что-то подделывает, рекламирует, получает за это какую-то копеечку. Я снимаю ее лишь тогда, когда на нее едет клиент, и к моменту выхода видео эта машина точно будет продана. Итак, поехали! Начнем с моторов. Если хотите избежать дальнейших крупных-крупных расходов на ремонт или замену силового агрегата, то предпочтите автомобиль с дизельным мотором. Любой мотор выбирайте, все они хорошие. Если нормально обслуживать, то этот мотор, ну, не миллионник, конечно, но 200-300 тысяч ходит нормально. На этом, пожалуй, на дизелях можно поставить точку, потому что все самое интересное здесь начинается в бензиновых моторах. Если говорить о бензиновых моторах, то их уже два. Первый – это наименьший из бед 3-х литровых, 306 лошадиных сил, насколько я помню, и второй. Это вот как раз тот мотор, который установлен здесь. Вот этот мотор бедовый. Бедовый он не по своим показателям, не по своим характеристикам, он не может быть по ним бедовым, хотя бы потому, что в 2008 году, в 2008-м, это мотор года в Германии. Он действительно очень крутой. По динамике, по расходу топлива, по всему. Только по надежности для России он вообще неподходящий. Здесь эти силовые агрегаты живут 100 тысяч километров. Так, на секундочку, он новый у дилера стоит миллион 100 тысяч рублей. Починить его можно минимум за 300 тысяч. Как мы его обслуживали ранее, мы не знаем. Соответственно, покупая эту машину, вы покупаете кота в мешке. И что у вас будет дальше, непонятно. То есть, вывод напрашивается сам с собой. В кармашке нужно иметь 300 тысяч рублей. Так просто на запас. Проблема всех силовых агрегатов BMW, даже не в самих силовых агрегатах, а, наверное, у нас с вами в собственниках. На ТО вас приглашают не по пробегу и не по времени, а по тому, когда загорается диалоговое окно в автомобиле. У BMW загорается приглашение в сервис где-то на 20-25-30 тысячах километров пробега в зависимости от режима эксплуатации. Это просто критически поздно для России. Для Германии может быть хорошее топливо, хорошие дороги, намного меньше пробы. Соответственно, если вы не ездите на замену масла раз в 8-10 тысяч километров, что у вас происходит? У вас закоксовываются все масляные канальчики и получается, что в них внутри темные маслянистые отложения. Соответственно, масло плохо гуляет по мотору, проворачиваются шатунные вкладыши, и масло не поступает в турбине, турбина выходит в строй. Как бы сделала я в случае, если такую машину с таким мотором очень-очень хочется, а она поддержанная и точно не обслуживалась раз в 8-10 тысяч километров, или вы об этом не знаете, как там она вообще обслуживалась. Я бы брала автомобилей, у которых достаточно много, на выбор, вот в данный момент, например, есть несколько, машины с уже вышедшим из строя мотором. Мотор лечите, знаете, что вся его начинка теперь новая, живая и здоровая, и вот после этого раз в 8 тысяч на замену масла. Тогда можете рассчитывать на 150-200 тысяч без проблем. Коробки передач в России механик не было, были только официальные автоматы. Так вот, автоматы в принципе неплохие. Поначалу ставились шестерки, потом ставились восьмерки. Эти коробки не только на X6, они, в общем-то, практически везде у BMW. И что я вам могу сказать? Как всегда объявляют, что коробка необслуживаемая, как всегда это ерунда, спросите любого сервисмена, масло менять надо. Про частоту замены, ну, все говорят по-разному, я считаю, что 60-70-80. Такие машины не покупают, чтобы на них, то, что называется, тошнить в пробках. Их покупают для того, чтобы на них зажигать. Для коробки это убийственно. Соответственно, он ее и убивает, где-то к 100 тысячам километров. У дизелей коробки живут более-менее нормально. Если масло менять, 200 – это для них вполне разумный пробег. Что касается наиболее часто выходящих из строя элементов, у коробки есть поддон, масляный поддон, и в нем есть втулка, в которой подключается разъем. Так вот, эту втулку вместе с поддоном нужно менять где-то раз тоже в 60-70 тысяч, потому что поддон начинает потихонечку подтекать, а стоит он порядка 25 тысяч рублей. Активные стабилизаторы – это та еще гадость, потому что стоят они очень-очень дорого и ломаются достаточно часто. На самом деле, активные стабилизаторы выходят из строя только если ездить очень активно. Где-то, наверное, к 80-100 тысячам они будут течь и стучать. Здесь, как всегда, вопрос в деньгах. Стоимость одного активного стабилизатора у дилеров – 80 тысяч рублей. Можно поискать, купить неоригинал за 20 тысяч. Сколько он будет служить, сказать вам не могу, у меня нет такого опыта. Пару слов об электронике. Под капотом есть дренажные отверстия, нужно их прочищать, следить, чтобы там не образовывалось болото. Слева еще полбеды, здесь находится вакуумный усилитет тормозов. А вот справа находится блок управления двигателем. И здесь обязательно нужно смотреть, он находится достаточно низко, нужно смотреть, чтобы дренажные отверстия были прочищены, чтобы там не образовывалось болото и блок попросту не утонул в воде и не вышил из строя. А напоследок расскажу вам маленький-маленький секрет, который касается и электрики, и кузовного ремонта. Вот если лючок открываете, то вот здесь вот есть такие маленькие-маленькие четыре точечки. Если осуществляется кузовной ремонт, и лючок снимали, то по-хорошему, если дело у дилера и показка, вот это вот все дело вокруг лючка меняется, то есть это одноразовое. Потому как, чтобы его вынуть, нужно вот эти вот четыре точечки какой-нибудь специальной спицей проткнуть. Там вылезает язычок, и он достается, лючок, на себя. Если вы присмотритесь, вот здесь все родное, вы увидите, что это может быть замазано герметиком. Во-первых, значит, был кузовной ремонт. Во-вторых, значит, могут быть проблемы с электронным блоком, который находится внутри багажника. В общем, дорогие мои состоятельные или полусостоятельные автовладельцы, так как новая эта машина стоит 4-5 миллионов, полусостоятельные, потому как в поддержанном варианте ее можно купить менее чем за полтора, перед тем, как делать это, вы сильно-сильно подумаете. Ну, конечно, можно выглядеть крутым понтовым парнем или крутой девушкой, у которой на стоянке стоит кузов от X6. Но купите себе игрушку, поставьте на консоли, радуйтесь. Если у вас нет большого запаса, либо если вы на 100% не уверены в качестве этого автомобиля, берете себе Ford Kuga и радуйтесь жизни. Например, Kuga, все что угодно, Sportage. Если же вы очень хотите купить именно эту машину, как я уже сказала, избежите 4-4, не нужно брать машину с этим мотором, это потенциальные большие проблемы, это действительно так. Возьмите дизельный автомобиль, постарайтесь, не бегите за самой низкой ценой, постарайтесь найти у дилера, где вы уверены, что есть история обслуживания, где вы видите, что каждая сервисная отметка именно у этого дилера и была сделана, где вы можете посмотреть историю машины и понять, что в ближайшие 100 тысяч километров вы не выложите еще миллион рублей. Субтитры создавал DimaTorzok